И снова мы приветствуем вас, дорогие земляне, жители всей нашей многострадальной планеты Земля. А также в особенности мы приветствуем жителей Украины, украинцев нашей многострадальной Украины. Сегодня уже бедствие пришло и до нас, сегодня война пришла уже и к нам. Раньше это было где-то там, где-то там, там или там, а сегодня это уже здесь. И это неспроста, дорогие. Я хочу прочитать одну цитату. Это корень, как говорится, откуда, говорят, ноги растут, где собака зарыта. В чем причина, кто заинтересован в войнах. Но вначале скажу, что сегодняшнее наше воззвание в особенности будет обращено к народу Божьему. Особенно к Церкви Божьей наших последних дней, нашего последнего периода, по пророчеству Лаодикийского периода, седьмого новозаветнего периода Лаодикия. Называется эта церковь сегодня «Единственные адвентисты седьмого дня». Единственная Божья Церковь на данный период, которая должна провозглашать весть, трехангельскую весть, весть последнего предостережения для жителей Земли, жителям Земли из Откровения 14 главы с 6 по 12 стихи. Называется эта весть, еще раз повторю, трехангельская весть. Как написано в песнях песней, единственная она, голубица моя, отличенная у родительницы моей, увидели ее девицы и превознесли ее, царицы и наложницы, и восхвалили ее. Кто это, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, и грозная, как полки со знаменами? Мы знаем, что в течение всего Царства Благодати на нашей планете была одна Церковь Божья, от Адама и до наших дней. Одна, единственная, истинная Церковь Божья была во все века. Ее непрерывная нить никогда не прерывалась и дошла до наших дней. Так что сегодняшнее наше воззвание особенным образом будет обращено к народу Божьему. А сейчас я хочу прочитать цитату. Сатана находит особенное удовольствие в войне, поскольку она разжигает в душе человека самые низменные страсти. А затем он носит в вечность свои жертвы, оскверненные пороком и запятнанные кровью. Его цель состоит в том, чтобы натравливать народы друг на друга. Поскольку таким образом он, то есть сатана, может отвлечь сознание людей от приготовления к пришествию Христа. Великая борьба, страница 589, параграф 1. Уникальнейшая книга от Бога для нас, жителей последнего времени, дана нам. Она писалась приблизительно 30 лет. И написание этой книги настолько препятствовало сатана, что парализовал даже человека, Божьего Вестника, который ее начинал писать. На несколько недель, потому что он понимал, что эта книга разоблачит все его маски, сними с него все маски и разоблачит все его козни и тонкости обольщений последних дней. Итак, книга Эллен Уайт «Великая борьба» предлагается вашему вниманию. Я постараюсь в ссылочке в описании к этому видео бросить ссылочку, аудио-вариант в ютубе этой книги. Слушайте, наслаждайтесь и назидайтесь, ибо с помощью этой книги Господь сможет приготовить всех жителей земли к тому, что будет скоро происходить. И как нам правильно себя вести, чтобы быть угодным Богу и спастись в это последнее время. Мы уже говорили об этом в двух наших предыдущих лекциях по поводу войны. А сегодня наше воззвание именно к Божьему народу. Почти все войны, а может быть и даже все, одна из причин войн, которые Бог допускает, как мы сейчас прочитали, Сатана организовывает, а Бог допускает для того, потому что народ Божий не справился со своей обязанностью, не справился со своей миссией, не сделал, не выполнил ту порученную работу, которая была поручена Богом для народа Божьего последнего времени. От того и война в ворот, множество идолов отступлений в сегодняшнее время в народе Божьем, не выполненных задач от того и Божьей суды. Вы посмотрите, пожалуйста, где сегодня народ Божий, санатории, которые должны быть построены в сельской местности, между городами, вдали от городов, где люди могли бы получать исцеление, а также, где люди могли бы получать вдохновение, наставление и выходить уже новыми людьми, так как своеобразные школы пророков, где рестораны здорового питания, рестораны здорового питания, которые должны находиться в каждом большом городе, даже и малом городе, в каждом городе, а в больших городах есть должно быть много, несколько, чтобы люди могли вкушать буквальную здоровую пищу, которую Бог нам повелел еще вкушать от самого сотворения мира. И эта же пища будет и в вечности, в новом мире. Где это все? Этого всего нет. Где та литература, которая должна предлагаться людям, которые вкушают эту буквальную пищу, чтобы они могли получить пищу духовную? Где те проповеди, которые там должны крутиться, слушаться, смотреться в этих ресторанах, чтобы люди могли видеть? А где проповедующие, которые должны проповедовать и дарить людям трехангельскую весть? Одну секундочку. Субтитры создавал DimaTorzok